Итак, дорогие друзья, собираемся на занятия. Все, кто первый приходит в Бэтмедраж, получает награду всех. Так написано. Всех. Кто у нас будет первый сегодня в Бэтмедраже, кому сегодня повезет. Мы сегодня начали раньше обычного. Все, пошли трудовые будни. Закончился месяц праздников. Ниссан, Песах, Хорамует неделю. И начинаются трудовые будни. Ияр. Ияр это... Вот сейчас как раз сегодня первая Ияра. Правильно? Или второго уже сегодня? Так, какой сегодня? Третий. Нет, третий не может быть. Ну да, ну значит трясающе. Сегодня второе, да? Сегодня второе Ияра. Второе Ияра. Завтра третье Ияра. Это как раз день рождения государства Израиль. Интересно, что государство Израиль было основано в Ияр месяц. И Мазаль как бы даст знак этого месяца Ияр. Это бык, телец. И интересно, что бык... Ну то есть было как бы есть два... В Израиле было два царя изначально, да? Был Иуда и Йосеф. Это как два царя, два главных. У одного Иуда был знак Лев. И государство Иудея со столицы в Иерусалиме, это было Иудея, то есть это как Лев. А десять колен у них был... Ну царь всегда из Йосефа. Йосеф, у него знак был бык. Израиль. У них был знак бык тоже. И они эти десять колен, они были такие... Ну совершенно по-другому они жили. Израиль. И это очень интересно, что... Что... Лев это царь зверей хищных. Царь хищников. То есть он забирает добычу, он рвет добычу. Бык это царь зверей домашних. Он... Он... Такое животное, он заработает, работяга такой работает, зарабатывает. Он такой более приземленный. А Лев, он... Он такой менее приземленный, да, скажем так. Вообще Лев даже, сам Лев, он вообще даже и не охотится. Львицы охотятся. А он просто приходит потом, фах, и съедает то, что львицы ему добыли. То есть это Лев. Так вот, интересно, что... И есть два подхода вообще к жизни разных принципиально, да. Есть подход, который, как Йосеф, да, он был царь этого мира. Он все время в этом мире хотел, чтобы было все выстроено. Там он даже и пирамид понастроил там. Ну, то есть такой, очень застройщик такой был, девелопер очень серьезный. Он в Едипте там хранилище хлеба сделал, набрал хлеба на весь Едипет. Собрал вообще со всего Едипта, потом золото, потом всех едиптян в рабство купил для фараона. То есть он был такой бизнесмен-бизнесмен в движении постоянном. А Иуда, он больше был такой, как бы, больше направлен на Аламаба, на грядущий мир. И Израиль, если взять вот это вот 10 колен, да, это было такое материальное у них жизнью. И потом они же поставили идолов, там все такое. А Иудея, она была очень бедная, гористая местность такая, вот Иерусалим, горы. И они были храм, и они были только посвященные Богу. Это два разных подхода для них, да? Хорошо. Значит, все, собрались у нас. Кто первый, кстати, напишите в комментариях, кто первый? Кто первый пришел, хоть интересно. Сейчас ссорится. Ага, нет. Кто первый пришел? Хорошо. Мы продолжаем изучать Мишли, притчи царя Соломона. И царь Шломо, который был, вот сегодня только утром, я и Яша рассказывал про него. Что царь Шломо, он сказал, все, эвели вэлим, все, суета, суета, сказал царь Шломо. И он сказал так, что шав в Эдвар казав архек мемени, это в Каэрике он сказал, пустое, лживое, удали от меня. Раш в ошер аль тительни, бедность и богатство не давай мне, вообще, он так просил у Бога. И трефени лехем хути, накорми меня законным хлебом, так он просил, хотел, чтобы все было по закону, по Торе, да? Но в то же время он построил храм, построил там, сделал Иерусалим, вообще, да, ну, то есть, чудо света, весь мир туда съезжался, самый богатый город, все. Женился на 700 жен, 300 наложниц, там пиры вообще такие закатывал, ну, то есть, вообще, чудо света. А потом, когда он умер, сын его, это я почему сыну рассказывал, сын его, Рехаван, значит, к нему приходят представители всех 12 колен, ему говорят, послушай, папа твой строил, Лина молодец, Лина первая, значит, собирает, она у нее награда, как у всех вместе. Значит, а, кстати, интересно, мы сейчас учим Тору, выполняем то, что Бог сказал делать, это важно, заповедь, изучая Тору, это одна из самых главных заповедей, потому что без нее вообще непонятно, как жить, как вообще ориентироваться в этом мире. И плюс, когда мы изучаем Тору, это мы изучаем то, что Бог сказал делать, то есть, мы с ним соединяемся самым таким плотным способом, изучая Тору. Поэтому мы можем сейчас попросить у Бога в этот момент что-то важное, чтобы в заслугу этого урока, чтобы Бог для нас принял какое-то важное, хорошее решение. Вот я прошу, чтобы у меня жена Рифка Басара, чтобы она выздоровела, чтобы у нее рука начала хорошо работать, а то она, ну сейчас, вот в больнице до сих пор ее делали операцию, чтобы вся моя заслуга от этого урока идет в Рифке Басара Лерифуаш Тума для полного выздоровления. И каждый для себя тоже что-то подумайте, чтобы вы хотели, чтобы Бог вам дал. И это абсолютно нормально, да, написано, делай Его волю, как ты делаешь свою волю, и тогда Он выполнит твою волю, как Его. То есть, когда мы выполняем волю Бога, и мы хотим сделать то, что Бог хочет, а как мы знаем, что Он хочет? Это заповеди, Он нам сказал, что хочешь. То в этот момент, вот когда ты входишь с Ним в резонанс, и очень хорошо в этот момент попросить что-то для себя, и Он тогда скажет, да, бери братуха, не братуха, а сынок, то есть Бог относится больше как к детям. Хорошо, значит, идем дальше, идем дальше. Значит, мы сегодня, мы в шестой главе, в шестой мы главе, а, я не закончил, да, про этого Рихавама? И пришли, я не закончил про Рихавама, и пришли представители 12 колен, и ему говорят Рихаваму, ты, говорят ему, как бы у тебя такой папа крутой, и он построил храм, он объединил весь Израиль, он на строительстве храма работало 30 тысяч человек, только было рабочих, 30 тысяч. И, значит, ну там, колоссальные он дела делал, но они ему говорят, все, закончили, стройте, закончили, все, закончили, давай отдохнем чуть-чуть, сказали они ему, а он говорит, снизь налоги, снизь налоги, дай нам отдохнуть. А он говорит Рихаваму, я, говорит, не снижу налоги, никому отдыхать не дам, значит, будем продолжать. Ему говорят, послушай, ну ты не папа, то есть, ну реально, как бы, расслабься. Он говорит, я еще круче, чем папа, сказал он. Они говорят, ну сейчас мы проверим, давай воевать тогда будем, мы сейчас будем с тобой воевать, и проверим, ты круче, чем папа или нет. И он, Рихавам, он в этот момент дал заднюю, он сказал, и правильно дал заднюю, то есть, он в этот момент, он сделал, ну то есть, это, война всегда плохо. И он сказал, хорошо, воевать не будем, значит, и 10 колен ушли, они перестали ему платить налоги. Но, когда человек уходит в материальность, то он, ему обязательно нужны все равно какие-то управляющие элементы. То есть, или ты двигаешься вверх, тогда тебе нужен только Бог и все, но ты тогда отрываешься от материальности. То есть, берешь, отрываешься от материальности, и тогда тебе, оп, только есть Бог, Тора, и ты большую часть времени мыслями, ты связан с Богом. А здесь ты довольствуешься только необходимым, не прирастая к материальному миру. Это один путь. Второй путь, когда ты прирастаешь к материальному миру, и в этот момент тебе нужен царь, тебе нужна защита, тебе нужны суды, тебе нужны рабы, рабыни, ну и так далее. То есть, марбе нехаси, марбе даага, умножаешь имущество, умножаешь заботу, ну и дальше там целый идет путь, как это все человека засасывает, да. Как мы уже в Мишле учили, что каждый ботсея бетса, каждый, кто жаждет наживы, нефеш, баалав и ках. Это забирает душу человека, прям реально душу человека забирает. И эти 10 колен у них, они выбрали себе царя, и царем стал бывший раб Шламон. Царя Соломона раб был Яровам, который восстал что-то против него, убежал, ему пророк сказал, что ты еще будешь царем. И интересно, это вот история такая прям удивительная. Когда он стал царем, он поставил идолов, поставил идолов, чтобы народ не ходил в храм. То есть, как только человек что-то имеет, он сразу начинает бояться это потерять. И хотя ему Бог дал власть, он понимает, что его на царство Бог поставил, но человек забывает, что все, что у него есть, это дал ему Бог, и он пытается сам это удержать. А удержать это он все равно не сможет, потому что рано или поздно он умрет, просто он цепляется за какое-то имущество, как он цепляется за жизнь, когда все равно он умрет. Но человек вот он цепляется за этот материальный мир, прямо мозгом своим. И, значит, Яровам, Яровам, он поставил идолов, чтобы народ не ходил в Иерусалимский храм. Бог к нему приходит ночью, ему говорит во сне, да, в пророчестве, ему говорит, послушай, говорит, такзор бы чува, вернись чуве, раскайся, то есть, ну, сделай шаг назад. Всегда, как бы, чува это, когда ты возвращаешься назад и обнуляешь все, да, принимаешь новое решение. То есть, человек может в любой момент, как бы, схлопнуться, вот, все свои, там, планы, цели, мысли, решения и так далее. Он может все это схлопнуть, то есть, это же все иллюзия, и он берет это все, схлопывает, и мы должны, у нас есть два новых года, это обновление. Обновление есть в Песах, вот, недавно было, да, это прям предназначено время для старта нового, для обновления. И второе, это Рошашина, он так и называется, Рошашина, начало года. И вот, говорит ему, и можно делать шагу еще в любой момент жизни, каждый день можно делать шагу. И Бог ему говорит, сделай шагу, раскайся, и тогда я, то есть, Бог, ты, Яровам, и Бен-Ишай, да, это царь Давид, Бен-Ишай, сын Ишая, будем вместе в раю. Ну, круто, что может быть круче, да? То есть, царь Давид, Яровам, Бог, все отлично, так зор быть шва. Вернись к раскаянию, убери этих идолов, пусть люди идут в храм, пусть молятся, пусть не останавливай их, что ты держишься. Тебе Бог дал власть, когда надо будет, он ее и заберет. За что ты цепляешься, как ты хочешь удержаться? И Яровам тут ему задает Богу вопрос, он ему говорит, ми берош, кто в начале? Кто первый эти будет? И тут там целая есть история, комментатор спрашивает, а зачем он это спросил? Бог же сказал, я, ты, и Бен-Ишай, и царь Давид. Понятно, что Бог в начале, потом Яровам, а потом Давид. Логично? Да, Я, ты, и Бен-Ишай, то есть, был в порядок, был сказан, логика была уже высказанная, Я, ты, и Бен-Ишай. Кто, а он спрашивает, а кто первый будет идти? Так понятно, ты первый, Я, ты, и Бен-Ишай, мы вместе пойдем. Понятно же, да? И вот тут интересно, значит, есть несколько вариантов ответов, что Бог ему ответил, но я сейчас не буду это рассказывать. Это у нас будет на следующем уроке. На следующем уроке мы закончим эту историю, почему именно Яровам спросил у Бога, кто будет идти первый, даже после того, как Бог сказал. Что Бог ему ответил, я расскажу, я расскажу это в следующем занятии, завтра, приходите завтра. И, знаю, без рада Шем, с Божьей помощью, завтра будет тоже урок, я сейчас уже все начался, рабочий месяц Ияр, мы завтра, завтра день рождения государства Израиль, мой день рождения, завтра, кстати, по еврейскому календарю, значит, я родился Дима Беяр в один день с государством Израиль. И, значит, завтра я расскажу, чем закончилась история с Яровамом и с Богом. А сегодня мы возвращаемся, мы должны идти по плану, у нас по плану, значит, шестая глава, шестая глава, шестой отрывок. Шестой отрывок. Значит, в пятом отрывке нам рассказывали, как спастись, как спастись от Лени и от Ецерара, убегать надо, от них полностью надо убегать. В шестом отрывке рассказывается, куда убегать. Тут интересно, царь Давид, папа царя Соломона, он его учил и нас учил, отодвинься от зла и делай добро. То есть, первым делом нужно себя оградить от зла. То есть, нужно спастись от неправильных вещей, а потом делать добро. Например, человек, он не занимается спортом. С чего ему начать? Ему надо начать с того, чтобы выключить телевизор и убрать гаджеты. И вот он будет сидеть тогда какое-то время и думать, вот, а чем мне заняться? Телевизора нету, телефона нету. И тогда он пойдет в спортзал. Понятно, да? То есть, отодвинься от зла и делай добро. Так нам сказал, сказал нам царь Соломон, что нужно убегать, убегать как олень, как птица, оставляя свое оперение, убегать от Ецерара и от плохих, злых людей. Вот спрашивает Лилия Берман, когда начало уроков? В 9.30 или в 10? Вообще, у нас было всегда в последнее время из-за праздников сдвигалось, 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 да, все в 10 было, ближе к 10. А сейчас, да, а сейчас, значит, сейчас, так как уже закончились праздники, то молитва заканчивается где-то в 9.30. Я думаю, что мы начинать-то будем, скорее всего, в 9.30. Ну вот, или в 10 начинать, все привыкли уже в 10. Можем в 10 начинать, я буду тогда до 10 что-то учить свое, а потом мы будем изучать вместе Мишли. Хорошо, давайте уже в 10 у нас заведено, давайте в 10 и будем. Начало будет в 10, все, договорились, в 10 утра точно будет начало. Или я, или Эйтан будет проводить, чтобы у нас было точно, или я, или Эйтан. Бывает, что я уезжаю, меня нету, нет интернета, тогда или я, или Эйтан, Эйтан тоже проводит очень хорошие, полезные уроки. И у нас появляется виртуальный бэтминдраж в 10.00, каждое утро есть урок. Без ратушем, блин эдер. Значит, все. Шестой отрывок недельной главы, не недельной главы, шестой отрывок шестой главы. Нам царь Соломон говорит, куда убегать. А убегать он нам советует к муравью. Прямо так и написано. Лех эль немала. Беди к муравью. Ацель, ленивец, да. Ленивец, он говорит, а в принципе, кого можно назвать ленивцем? Ленивцем можно назвать практически каждого. Нет, каждый человек ленивец. И давайте полностью посуд прочтем, а потом что он объясняет. Он нам советует. Беди к муравью ленивец. Ре, драхе, вахахе. Вахаха. Значит, посмотри на его пути и умудрись. И стань умнее. Что имеется в виду? Значит, когда Бог создавал весь этот мир, то он создал вначале же материальную природу, потом он создал растения, потом он создал животных, потом он создал человека. И он, написано, он проводил всех животных перед человеком, и человек давал им название. То есть уже как бы до формирования мира это было с помощью мышления человека. У него появились когда слова, он давал им название, определение. Кстати, интересно. Я сейчас подумал, намала это муравей, да? Намаль это порт. Порт. Намаль это Уфа, это порт, где самолетов, аэропорт в Израиле называется. Намаль это Уфа. Намаль это порт. И интересно, что муравей сам по себе, он может тащить вес, который там, по-моему, в сто раз выше, чем он сам. Ну, не в сто там. То есть муравей сильнее человека намного. Муравей весит там, например, грамм. А может тащить там 10 грамм. Ну, к примеру. А человек весит 80 килограмм, он 800 килограмм не может тащить. То есть муравей очень сильное такое животное. Насекомое. Так почему мы должны к нему ходить и смотреть за него словами и умудряться? Есть в Талмуде написано, сказали мудрецы наши, что если бы Бог не дал нам Тору, мы могли бы выучить Тору многие вещи, которые мы учим из Торы, Бог нам сообщил, мы могли бы выучить их из природы. Потому что это же Бог создал природу, Он ее запрограммировал, и мы, вдумываясь, как все работает, мы бы могли бы понять из природы многие вещи. И он говорит, мы могли бы из животных учить разные качества характера. То есть все, что есть в животных, оно есть и в животной душе человека. Теперь, знаете, чему мы должны научиться у муравья? То есть мы смотрим на этого муравья и видим, как он пашет. Он все время работает, муравей. Они вот без устали, они все время под тропом. Вот так посмотришь, муравейник или все. Они все время в работе. Они бегают день и ночь по этим тропам. Они ходят в квартиру, пробираются, находят какой-то кусок еды. У них жух, и они его просто растаскивают. Там муравейники у них. Я слышал, что муравьев больше, чем людей на земле. То есть по количеству. Больше намного. И чему мы должны у них учиться? Малбин нам советует, что мы у них должны учиться качествам. Каких конкретно у муравья? Значит, мы должны у муравья учиться к зрезуту. Зрезут – это расторопность. Мы должны у муравья учиться расторопности, и мы должны у муравья учиться собирать. Собирать. Значит, у него мы должны учиться лишь шкод, сидеть, как крепкий орешек, да, шкидим, то есть стать, как орешки. Или и увеличивать в собрании хохмы мудрости. Интересно, что я, когда приехал учиться в Ешиву, я начал учить наизусть перте-вод. И вот я ездил, я помню, мы жили тогда в Бетшемеше, я ездил каждый день, когда мы ехали туда, в Ешиву, час, дорога, я учил Аллахот, законы, как правильно в разных ситуациях нужно себя вести. И так я зрение потерял в этой самой, в автобусе, там же шатает, буковки маленькие. Мы учили Мишна Брура с одним таким раввином из Америки. А он вообще такой был, он вообще не видел, мне кажется, у него, ну, там, минус 8 на минус 12, потому что, в принципе, он кроме книг вообще ни на что не обращал внимания. Рав Бельский его была фамилия, как я сейчас помню. И, значит, обратно я ехал в автобусе в обычном, и я наизусть, как сейчас помню, наизусть я учил Мишли. И вот я выучил в свое время первую главу, первую главу выучил наизусть на Америки, вторую главу выучил, третью, дошел я до четвертой, по-моему, четыре главы я успел выучить. И это был труд, это заняло там, несколько, полгода, может, это заняло, несколько месяцев. А где-то полгода назад к нам пришла в гости подружка, подружка, ну, девочка одна, возраста, 9 лет, возраста моей дочки. Она из такой семьи, он папа такой прямо, ну, там, олигарх такой, да, ему, ну, молодой парень, 35 лет, но он дико влиятельный в мире, он мультимиллионер, ну, невероятно богатый, мощный такой прямо, мирового уровня такой человек, да, и он прям поднялся, учился в Хаббатской Ишиве когда-то, потом ушел от религии, потом вернулся к религии, и он такой религиозный, верующий, очень умный, сильный такой человек, который, ну, вот реально как бы разруливает, да, много вещей. И это его дочка, и приходит дочка к нам в гости, девочка играться 9 лет, и говорит, секундочку, мне нужно поучиться, я не могу там, у меня план. И она садится, и начинает учить пертьевод наизусть, Мишну, где-то уже там третий перок, или второй, я не помню, третья или вторая глава, она наизусть учит ее, я говорю, ты помнишь все? Да, помню все, я уже какое-то время, меня папа заставляет учить наизусть пертьевод, чтобы я должна знать, я должна за полгода выучить полностью весь пертьевод, чтобы поехать там в какую-то поездку. И Малбин нам говорит, что мы должны у муравья этому учиться, стать как орешки, и собирать вот эту вот мудрость, потому что муравей, он же не съедает все, что он собирает, он просто собирает, 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 у него есть вот это качество, и мы на него должны посмотреть и подумать, что я же тоже могу так собирать. Человек все время хожу, кстати, интересно, что человек думает в день 70 тысяч мыслей, ученые посчитали, 70 тысяч мыслей всплывают из подсознания в сознание, при этом где-то процентов 80 мыслей этих, они повторяющиеся изо дня в день одно и то же, то есть такое, знаешь, идет просто мыслемешалка ни о чем вообще. Теперь, если человек что-то учит наизусть, и если он заполнил свою голову словами Торы, то у него и всплывать будут слова Торы, и он все время живет в удивительном мире связи с Богом. Понятно, да? Это очень важно. Значит, ну все, получились мы шестой отрывок у муравья, седьмой отрывок, время уже мы 22 минуты, но мы начали раньше, люди на 10 минут, пришли, давай еще 5 минут. Значит, седьмой отрывок, здесь очень важно, нету у него муравья, и этому мы должны у него учиться, нету у него катсина, нету у него начальника, никакого лидера, визаут лидерс муравей идет, офицерс о рулс, нету у него не рулерс, не рулс, а рулерс, те, которые дают правила, управляют им. Значит, нету у муравья, ни лидера, ни офицера, ни того, кто ему устанавливает правила. Вот это главная идея, которая, вот я считаю, что у меня, как у отца, есть главная обязанность перед детьми, научить их тому, чтобы они делали правильные вещи на своем двигателе, как вот муравей, а не на заставлении. Потому что, в принципе, вот обычная система, почему очень мало выдающихся людей? Потому что детей с детства приучают, что они двигаются только на внешнем приводе. То есть, их с детства приучают. Родители тебя заставляют, ты должен делать. Или ты хочешь что-то, но тебе говорят, то, что ты хочешь, это вообще не то. И в принципе, то, что человек хочет, у него, особенно у ребенка, у него эти желания мимолетные. Он вот захотел, сгорел, захотел, сгорел, захотел, сгорел. И дальше рождаются люди, которые не могут ничего начать и закончить. Они не могут начать книгу и закончить. Они не могут месяц делать зарядку. Они не могут приобрести профессию. Потому что они привыкли, что их все время заставляют делать то, что они не хотят. А то, что они хотят делать, у них нету мышцы, которая называется настойчивость, вот то, что есть у муравья, которая позволяет им эти вещи начинать и заканчивать. Это очень, вот я считаю, это ученые доказали все. Самая главная черта у всех людей, которые добились успеха в жизни, ну вот в любой сфере, да, они добились выдающихся результатов. Это не талант. Было много людей намного талантливее, чем они, которые на каждом этапе отваливались, отваливались, отваливались и сгорали. Все, кто дошли до какой-то высокой степени самореализации, в любом деле, у них была одна общая черта, настойчивость, то есть внутренняя сила, которая их заставляла годами двигаться в одном направлении, двигаться с интересом, с огнем, и не было у них, как у муравья, ни лидеров у них не было, потому что они сами были лидерами, ни надсмотрщиком, никто их не заставлял, и не было у них мошеля, который им устанавливал правила, то есть они просто двигались по тому пути, который выбирали, в одном направлении. Если человек двигается, есть люди другие, они делают то, что они хотят, да, у них тоже нет начальников, но они не как муравьи, муравьи двигаются все время настойчиво по одним маршрутам, а есть люди, которые сегодня хочу это, завтра хочу это, тут я полежал, тут я отдохнул, другие люди, они говорят, да, я хочу, но я это делать не буду, меня заставляют то, меня заставляют то, я делаю, но я не хочу, ни в первом, ни во втором случае, невозможно что-то реализовать и построить, единственная возможность что-то построить, это стать как муравей, на внутреннем желании, научиться двигаться, долго, настойчиво, и даже если желание пропадает, ты можешь себя заставить сделать еще там несколько шагов в этом направлении, потом оно опять поднимается, желание, потом оно опять падает, но если ты двигаешься без остановки, то что, то все равно ты будешь в хорошем состоянии. все, дорогие друзья, поэтому мы двигаемся без остановки, сейчас мы 6-7 отрывок прошли в 6 главе, маловато, конечно, но с Божьей помощью завтра продолжим, начинаем мы в 10.00, завтра, в 10.00 начинаем урок, значит, все, удачи, успехов, до завтра, давайте сделаем 3 вывода, какие 3 вывода можно сделать из сегодняшнего урока, 3 вывода, значит, давайте, вот какие я делаю для себя выводы, давайте посмотрим, я делаю для себя выводы следующие, что надо двигаться в одном направлении, конкретно, в одном направлении, второе, вывод у меня какой, что идти к муравьям я как бы не собираюсь, но я собираюсь, вот это интересно, кстати, я вчера только прочел, прочел, есть книга, самая в мире известная консалтинговая компания, это люди, самая такая дорогая, престижная, старейшая, которые за свои консультации они берут от миллиона долларов, вообще, меньше миллиона долларов, они рот не открывают, McKinsey называется консалтинговая компания, так вот, у них есть правило, у их консультантов, что они в конце дня обязательно должны сделать вывод дня, 3 главных вещи, которым я научился, 3, и у них волшебное число, у McKinsey 3, 3 главных правила компании, 3 основы, на которых мы стоим, там клиент, фирма и я, то есть, у них все делится на 3, это очень крутая такая тема, я вчера узнал, то есть, это известно, что все в Перте, вот, все Тора построено на том, что на трех вещах стоит мир и так далее, но в McKinsey, то есть, они считают, что для того, чтобы все было структурировано, нужно разделить на 3, и они в конце дня делают, и вот этот вывод, 3 главных вещи, поэтому, а здесь нам, царь Соломон нам сказал, это вторая вещь, которую я сегодня понял, что можно учиться из всего, если ты ставишь для себя задачу, выучить мудрость, понять, да, божественную мудрость, то можно даже от муравья научиться, даже можно из любой ситуации, если ее обдумать и задать вопрос, что из этого я выучиваю, что из этого я понимаю, можно выучить из любой точки, это вторая вещь, которую я понял, значит, главная настойчивость, второе, можно учиться, можно и нужно учиться из любой вещи, вытаскивать смысл, да, и третья вещь, это то, что я понял из, из, начало, то, что я рассказывал про Яравама, и про, и про, Эрехавама, да, два царя, что, что в принципе, вот эта тяга к власти, и тяга к деньгам, она человека ведет в ад, все, значит, поэтому учим Тору, идем в рай, учим, даже если мы работаем, надо работать в меру, и, значит, не сильно не погружаться в материальности, все, всем пока, пока, и напишите свои выводы, я читаю все выводы, мне очень интересно, какие кто делают выводы, напишите в комментариях, пожалуйста, свои выводы, три главных своих вывода с этого урока, важно, чтобы вы вот сами сели, задали себе этот вопрос, и сделали свои выводы, все, удачи, пока. Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok,